Приветствую вас, Юлия. Ну, смотрите, я прочитал ваш вопрос, который вы задаете. И я могу дать вам соответственно свой ответ именно с профессиональной точки зрения, именно с профессиональной позиции с точки зрения психолога. Ситуация с точки зрения психологии является таковой, что человек, во-первых, не ребёнок, я здесь не могу согласиться с своим коллегой, потому что это ребёнок. Ну, мне не кажется, что здесь вообще не можно сказать, что это ребёнок, потому что ей уже 19 лет, и она, я имею в виду, ребёнок имеет право действовать так, как вот считать нужным она сама, вот. Другой вопрос в том, вот, что ей бы надо расплачиваться за свои действия, то есть другой вопрос, что ей бы самой отвечать за то, что она делает. Понимаете? Понимаете? Какая штука. То есть ей бы вот как раз дать прочувствовать вот эту вот ответственность, которую, которая лежит на ней за вот то, что она делает. Чтобы это вот всё-таки как-то более осознанно, более осознательно, что ли, происходило. Понимаете? Но происходит то, что он на человека давит ответственность. Происходит то, что человек, занимаясь этим, осознаёт, что это не его, и это нормально. Вот. Поэтому я думаю, что у вашей дочери нет какого-либо заболевания, ваша дочь просто находится под очень серьезным давлением, давлением, которое для неё слишком, на мой взгляд, трудно. Вот. И, соответственно, если это состояние не убрать, да, то в будущем действительно могут развиться некие патологии, некие действительно такие вот патологические истории, которые уже будут непосредственно влиять на то, как ваша дочь будет себя вести с людьми. Вот. Поэтому очень важно, чтобы вы разгрузили её ответственность, либо как-то вот, ну, далее как-то определить, определиться с этой ответственностью. Да? Вот. Потому что ребёнок, по сути, в общем-то, уже давным-давно стал взрослым человеком. И ещё и взрослый человек, то есть ваша дочь способна решать сама то, что касается её жизни. Вот. Поэтому кредит, если вас волну, то в дочь этот вопрос нужно решить. Пусть она, если не хочет учиться и идёт работать, но кредит это действительно история не самая приятная и безусловно не нужно. Оставлять его, то есть кредит где-то вот за плечами, да, этот вопрос нужно решить, но это ничего не надо. Ну, тут как бы, я повторю, что дочь ваша, она имеет правильное значение, что ей делать и оставаться в профессии, оставаться в университете только потому, что кредит придётся выплачивать штраф по кредиту. Ну, это на самом деле не серьёзно, вы же понимаете. Вот. Но можно, можно и нужно привлечь, по-хорошему, да, привлечь вашу дочь к ответственности и по-хорошему продемонстрировать ей, что у её действий будут последствия. Это абсолютно нормальная история. Здесь нет злости, здесь нет негатива, здесь вообще ничего нет, по большому счёту, это просто реально. Вот. Ну, а это ваша задача. Ваша задача сделать так, чтобы дочь это адекватно поняла. Вот. Такая вот история, они пытаются, как вы это делаете, сейчас, да, там, что-то спасать, да, куда-то бежать и прочее. То есть это, на самом деле, это немножко, ну, не та, не та позиция. Ну, не в ту сторону вы сейчас движетесь просто-напросто. Вот. Совершенно не в ту сторону. Так. Дальше. Значит, так. Дочь, с детства, мечтала стать врачом, что она поступила, правда по целевому, теперь говорит, что это не для неё. Ну, значит, так подсчитывать, нормальный, блять, придётся вкладывать. Вот, штраф, значит, штраф Минздраву, да, за то, что кредит не был использован по назначению, вот, опять же, я понимаю, да, что это неприятно, я понимаю прекрасно, но это вообще мало что меня, потому что дочь не хочет, дочь не хочет, это ее полное право. Дочь ведет себя невозможно, все хорошо, что такое количество не может сосредоточиться, значит, что это число, ничего не понимает, число, куда растерянность и рассеянность. Это из-за того грузоответственности, которое на нее далось, вот, поэтому очень важно, чтобы вы сейчас донесли это своей дочери, что как бы она не поступила, вы ее поддержите всегда во всем, вот, но штраф Минздрава, штраф платить будет она сама, вот, если она не хочет учиться, ну, наверное, в таком случае она должна работать, наверное, значит, отработать. Вот, и, соответственно, уже, вот, исходя из этого, исходя из того, что ей, что она будет делать, уже можно будет о чем-то говорить тогда, вот. Ну, все, ну, а вам нужно разобраться в себе и разобраться в том, какие, какие вообще посылы, да, вы ей посылаете. То есть, вот почему, когда человек проявляет свои собственные эмоции, пускай не совсем легких обстоятельств вы реагируете на это так, что она больна. Да, да, это первая мысль. То есть, вот это паника вызывает. То есть, вы, как бы, вся в дочери, а где вы сами? Где ваши, ваши впоследствии, вот, где ваша уверенность? То есть, вот, какие у вас взаимоотношения с дочерью и, как вы относитесь к самой себе? Насколько вы гармоничны, насколько вы цельны? Ну, вот, и так далее. Это очень важный, важный момент. По социальной вероятности, ваши отношения носят элементы созависимых. И в таком случае, тут не что с дочерью происходит, тут что с вами происходит. Понимаете? Вот, такая история. Юлия, торопитесь с выводами, никуда обещать, лечить никого не надо. Вот, спокойно, ну, не особо разобраться. Вот. А, на этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего доброго. Удачи!